Библейский портал экзегет.ру представляет Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем чтение и толкование Священного Писания Ветхого Завета на библейском портале экзегет.ру И остановились с вами на шестой главе книги пророка Иеремии. Напомню, что книга Иеремии есть книга плача. Плача матери о потере своих детей. Плача Отца о заблуждении своих сыновей. И, соответственно, это образ Христа, который пришел на эту землю, также плакал, плакал о грехопадении человека. И даже когда люди торжествовали и входили в Иерусалим, он все равно плачет. Он единственный, кто плачет о неразумии, о духовном заблуждении, о буквальном понимании земного царства. И, соответственно, книга пророка Иеремии, она является ярким, одним из ярчайших творений пророков о духовном заблуждении народа. И шестая глава есть яркое продолжение пятой, особенно седьмая глава, где будет обличение. Но сначала о шестой главе. Попробуем на символическом, покаянном, богочеловеческом, православно-церковном языке ответить, что же здесь Моисей говорит не только для еврейского народа. В 605 году, мы помним, было первое порабощение Навуходоносором. То есть это 6010-605 год пророчества, вот эти были произнесены. И что же для нас, уже жителей 21 века, говорит пророк Моисей и пророк Иеремия о соответствующих состояниях лицемерия, фарисейства, ехидства, обмана, полуправды, которые царили. Уже начиная с Моисея, богоизбранный народ, мы видим, постоянно отвлекался. И к пророку Иеремии прошел период судей, период царей. Было уже первое порабощение Ассирийского царства и падение Десятиколенного с центром Силуами. И, соответственно, здесь пророк Иеремия говорит для всех нас, а по сути Господь говорит для всех нас и жителей современного периода жизни. «Бегите, дети Вениаминовы». То есть те, которые хотят быть сыновьями Божьими, сынами правой руки. Вениамин – сын болезни или сын правой руки. Православные, по сути, можно перевести. То есть «бегите, православные», если уже перенести на толкование современное. «Из среды Иерусалима». Как же так? Иерусалим – это же город мира. Почему нужно бежать из Иерусалима? В дальнейшем мы уже знали, конечно, и в дальнейшем мы увидим, что Иерусалим остался только названием. Мы уже с вами говорили, как в детстве фантик раскрывают, вытаскивают конфетку и помещают туда тараканчика или что, и опять завертывают. И отдают, чтобы посмеяться над девочкой или мальчиком, которые думают, что они получают красивую конфетку, вкусную, и раскрывают. А оттуда или шмель, или таракан, или еще какой-нибудь жучок. Вот это ужас. То есть красивый фантик. Иерусалим – это название красивого фантика. А внутри город был полон разврата, прелюбодейства, обмана, лицемерия и все, что связано с полуправдой и лестью и фарисейством. То есть бегите из среды. Не написано «бегите из Иерусалима», а из среды. То есть получается, что сердце людей настолько развратилось, что нужно из этой среды, подобно тому, как мы попадаем в среду, и мы просаливаемся, да, или мы сладкими становимся. Какую? Как огурчики. Попадая в среду соленую, становятся солеными. Попадая в сладкую, становятся сладкими и гниют. Поэтому нужно бежать из этой среды лицемерия. Вот о чем говорит. То есть об этого, от этих искажений духовной жизни, где внешнее затмило внутреннее. И в фикое трубите трубою. Фикое, один из древних переводов, означает «слава Божия». «И в славе Божией», да, «фикое», фикое, «и в славе Божией трубите трубою». Это не просто сказано «трубите трубою», что «и в фикое трубите», да, нет. А «трубите трубою». Устне мои отверзившие, уста мои возвестят хвалу твою. Устне мои отверзившие, уста, то есть устне – это сердце, устне – сердце. И уста мои, физические уста, возвестят хвалу. Трубите трубою, то есть чтобы ваши слова и ваши намерения совпадали. То есть еще раз перевожу. Бегите, православные, из среды лицемерия, если вдруг у вас появилась такая среда, бегите, и в фикое, то есть и в славе Божией трубите, то есть прославляйте Бога, держитесь истиной. То есть трубите трубою – это значит здесь и здесь должно совпадать, а это и есть истина. Ум соединяется с сердцем. И дайте знать огнем Бевкареме. Бевкарем – одно из переводов – это деревня Винограда. Деревня Винограда можно перевести, как Господь говорил сам, Иисус Христос, что «я есть лоза». Деревня Винограда – это по сути церковь Божия. И в церкви Божией дайте знать огнем. То есть дайте, я пришел привести сюда огонь, огонь Духа Святаго. То есть воскурите в себе благодать Духа Святаго. «Ибо от севера появляется беда». То есть вот вся, все это лицемерие будет стерто. И этот обманщик, который фантик, он будет наказан. Поэтому бегите из этой среды обмана, где внешне не совпадает с внутренним. «Ибо от севера», север, мы уже с вами помним, как распределялись колено, с востока Иудина прославляем, рувим против комфорта и удовольствия и искушения. «Запад» – это злоба, а север обычно – это страдание через тело. То есть ибо беда – это по сути милость, что ни с юга, ни с запада по злости и злопамятству, а именно с севера нападение, через тело нападение. Потому что это меньшее наказание. Человек телесно страдает, но душа его опять просыпается. И, соответственно, ибо появляется беда с севера – великая гибель. Великая гибель подразумевается, то есть и уничтожение, и пленение, и в рабство уведение. Таким образом, перевести первый стих, он относится к православным людям, которые должны выйти из лицемерной среды и прославить, и стяжать Дух Святой, удалиться удалить. Удаляйся от зла и сотвори благо, говорит псалмопевец Давид. Так можно перевести первый стих. Второй стих. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Как же так, Господь, Сион, Сион солнечный, блестящий, переводится. Разорю дочь солнца. Как же так? Ведь сам Господь создает Сион. Вот, Сионская горница, мы помним, Тайная вечеря. Зачем разорять Сион? Господь говорит, я пришел не только принести мир, но и меч. В данном случае Сион заняли разбойники. Вертеп разбойников сотворили в Иерусалиме. В дальнейшем мы это увидим. Я разорю эту дочь, этот лжепринципы организации саддукейской фарисейской жертвы, где они получали земную прибыль, не заботясь о душах людей, человеческих и о собственных. Красивую и изнеженную, действительно, красота Иерусалимского храма, Соломонового храма, а впоследствии и Иродова храма. Она затмевала все красоты земные. Кто не видел Иерусалима, даже была поговорка в Иерусалиме, тот не видел красоты и не знает, что такое красота. То есть Иерусалим был отстроен и даже в лучшей степени, чем в первое строительство храма при Соломоне. То есть Господь говорит, что я не пощажу Иерусалима внешней красоты и людей, которые укореняются в этой внешней красоте лицемерия, обмана. Третий стих. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее. Каждый будет пасти свой участок. Есть еще переводы саптуагинты, они пастухи переводят любовники. Вот своего рода любовники это язычники, любодействующие пастухи и язычники со своими стадами придут к ней. То есть со своими принципами жизни придут и раскинут палатки. Действительно, когда Навуходоносор в 605 году приблизился к Иерусалиму, он окружил. Было все в палатках со своими стадами. Мало того, что свои, еще и ограбленные были. Вот то, что было вне Иерусалима. И раскинули палатки, и каждый будет пасти свой участок. Каждый будет пасти свой участок. То есть обманывать и нападать на иерусалимских жителей. Четвертый стих. Приготовляйте против нее войну. То есть получается, пророк Иеремия сам говорит, что вы приготовляете против Сиона войну, против нее. То есть против дочери Сиона. Приготовляйте войну. Потому что Богу неугодно защищать этот народ, изнеженный комфортом и удовольствием. В лицемерии уже часто мы повторяем обмане и внешнем благополучии процветающих за счет страданий, болезней и скорбей, издеваясь над ближними и обманывая их. Не принося свое сердце, а принося внешне. «На тебе, Боже, что мне не гоже». То есть каиницкий дух завладел. Зависти, духовной зависти завладел жителями Иерусалима. Приготовляйте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам. День уже склоняется. Распространяются вечерние тени. То есть пойдем в полдень. То есть безбоязненно пойдем. Ведь обычно нападают более успешно ночью. Когда сторожа спят, и можно подкоп сделать, можно где-то прокрасться, пробраться. Когда воины не все вооружены, днем все-таки видней противника. А пойдем днем. То есть настолько Бог отступил от иерусалимских жителей, что не надо же ночью подкопов делать. Сам Бог будет помогать Навуходоносору и врагам, но более сплоченным, более дружественным, чем иерусалимские жители, которые знали истинного Бога, но стали идолопоклонниками хуже, чем сыны Востока, прибывшие, в частности, это Навуходоносор. День уже склоняется. Горе нам. То есть сам пророк от лица Бога произносит горе нам. Он не говорит горе вам, а горе нам. То есть и я тоже соучастник этого. Путь, может, косвенный, но я живу вместе с вами, питаюсь вместе с вами. А вы эти продукты, даже питаясь этими продуктами, вы их оскверняете своей речью, своими словами, своими поступками, лжепринципами, которые не давал вам Моисей, не давал царь Давид. Вы сами их извратили. Вы оставили внешнее и сами совершаете блудодеяние, скрываясь как за ширмой, красивым облачением или красивым богослужением, медным морем, но сами в своем сердце ненавидите и даже пренебрегаете жертвой и молитесь лицемерно. То есть вот о чем говорит пророк Иеремия. Очень время и этот дух очень похож на во времена жизни Господа Иисуса Христа. «Горе нам». Действительно, Господь не сказал «горе вам, и я не буду распинаться за вас». Он сказал «горе нам». Я пойду вместе с народом, я восприиму страдания всего народа на себя. То есть здесь выражается вот этим словом с восклицательным знаком «горе нам». Это способность воспринять, понести немощи ближних, что и сделал Бога человек, распявшись за нас и нашего ради спасения. Он не говорил веру единого Господа Иисуса Христа, распятого, не, распятого зоны. Да, то есть вот день уже склоняется. То есть день, то есть злоба настолько увеличилась, что солнце уже померкло. В нашем сердце мы склоняем, хотя можем в одне быть, но своими грехами мы солнце правды отгоняем от себя. Мы как кроты начинаем привыкать жить в своих норках, в своих помыслах, в своих обманах и полуправде. Распространяются вечерние тени. То есть они уже друг от друга мы перекладываем эти вечерние тени, закрывают нам Христа в нашем искаженном образе жизни. Пятый стих. «Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее». То есть не только днем, но «Вставайте, пойдем и ночью, разорим чертоги ее». Кого? «Чертоги»? «Сион». То есть ту, которую церковь, которую Бог через Авраама, впоследствии через Моисея создавал, бережно охранял. Теперь же Бог через Иеремию призывает, «Пойдемте и разрушим». То есть получается, Бог становится на стороне Навуходоносора и сам же нарекает. Это подобно тому, как бывает, особенно в наше время, когда мать терпит своего пьющего сына, наркомана, развратника, а потом уже не выдерживает ее сердце и говорит, «Сыночек, я тебя отдам в тюрьму». Она вызывает полицию, его забирают в тюрьму за неоднократное избиение своей матери. Сама мать или сам отец вызывают на своего сына полицию, чтобы управили его развратное действие и его поступки против родной матери и против отца. Вот так же и здесь, «Пойдем ночью, разорим чертоги ее». Или блудная дочь тоже сама избивает свою мать, и она тоже это делает. Шестой стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф». Вот почему Господь через пророка Иеремия такое имя себе присваивает, Саваоф, Господь воинства. Некоторые считали, что Господь бессилен. Где Бог? Почему Он нас не наказывает? А раз Он нас не наказывает, значит, можно дальше блудодействовать. Можно дальше лицемерить и обманывать, издеваться над пришельцами и так далее. Поэтому здесь говорит «Я, Господь Саваоф, я всесильный, но мое всесилие, оно связано с милосердием». И я как милосердный, если я где-то терплю, то и не потому, что я бессильный. Как, например, отец капризного ребенка может ударить, может даже убить, но Он этого не делает, потому что Он его родил, и Его грех на нем, неправильное воспитание, и Он терпит, но так как Бог свят, и Он терпит не потому, что где-то сам что-то ошибся, а потому что сам человек углубляется в ложные принципы язычества, блудодействия. Шестой стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, то есть Господь воинства, рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима». Рубите дерева. Мы помним, сам Господь говорил, что дерево, которое не приносит плода, будет посечено. Вот своего рода деревья – это люди. Рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима, чтобы стены, насыпь обычно делают, стена и насыпь делают, чтобы потом только проложили, и через стену можно было пройти. «Делайте насыпь». То есть сам Бог через пророка Иеремия возвещает, как Иерусалим взять, как победить того, кто гордится внешним. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. То есть когда уже родная мать и отец объясняют полиции, как наказать сына или дочь, это вызывает удивление у самой полиции, потому что по-другому исправить сына или дочь. Можно, конечно, камнями забить, но лучше, как это в Ветхом Завете Моисей повелевал. Но здесь уже проявляется такое милосердие, то да, воздействуйте на его тело, наказывайте, вразумите его. Как в притчах сказано, вся, кто бьет сына своего, конечно, с любовью, тот исправляет его, а вся, кто жалеет его, он в ад его может, ну, перефразирую немножко, в эгоизме воспитать его, и он в ад попадет. Лучше наказывай сына, он потом благодарить тебя будет. Седьмой стих. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. То есть Иерусалим, который был источником воды живой, для всех народов просвещением, например, при царе Давиде, при царе Соломоне, люди приходили, язычники, прославлялись, становились празелитами, принимали веру, принимали обрезание и становились не по крови, а по духу иудеями. А теперь этот источник жизни и проповеди истинного почитания Бога и нравственности становится источником зла, источником ненависти, источником зловония, зловесных слов. В нем слышно насилие и грабительство. Через двоеточие идет, да? Слышно насилие и грабительство. «Пред лицем моим всегда обиды и раны». Всегда обиды и раны. То есть, вместо того, чтобы стать источником жизни и проводником благодати, этот город стал источником насилия. Восьмой стих. «Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя». Конечно, не сам город, стены, они разве могут разумляться? Их перестроил, разрушил. «Иерусалим» здесь подразумевается город мира. То есть, вы, люди мира, вы, живущие по принципам мира, Иерусалом, да, вот, Салим, Салом, вот это мир, город мира, теперь стал городом разврата, городом злобы, обмана. «Чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я сделал тебя пустынею». «Не сделал тебя пустынею, землей необитаемую». То есть, здесь уже некая такая угроза, как, например, мать и отец угрожают своему сыну. «Сынок, ты алкоголик уже, у тебя легкие скоро будут, ты и куришь, легкие скоро у тебя скукожатся, мозги у тебя, то же самое, перестанут работать, ты умрешь, заживо будешь гнить, от наркомании уже кожа, и кости остаются, и та кожа гниет. «Сынок, аж ты, ты станешь необитаемой, вечной муки». То есть, по сути, здесь угроза, а в то же время это констатация факта. Бог не просто угрожает, Он констатирует, к чему идет иерусалимский народ. Девятый стих. Так говорит Господь Саваоф, еще раз повторяется, что в девятом, что в шестом стихе начинается, то есть, «Я всемогущий, я имею воинство, но однако я не проявляю этого всемогущества, не уничтожаю тебя, а призываю еще и еще раз покаяния». До конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Доберут остаток Израиля. То есть, в данном случае, Израиль, эта церковь, как виноградник, все будет, и плохое, и хорошее, все доберут. Может, только в разные корзины, но все будет, никто не убежит, никто не убежит от ответственности. Ни высшие чины, которые себе могли катакомбы сделать, и там где-то съестные припасы, припасти, или низшие, которые могут сказать, «А я ничего не имею, вот у меня только рубущие отпустили». Все пострадают, ни один не избежит, потому что все соучастники вот этого идолопоклонства, и там, где должно быть истинное поклонение. Десятый стих. «К кому мне говорить, и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них по смеянии, оно неприятно им». То есть пророк возвещает вот такую безвыходную ситуацию, кому говорить? Ни бедные не слышат, потому что они ничего не понимают. Ни умные, которые управляют народом, не понимают. Они не обрезаны ухом. Господь часто, когда уже пришел на землю, говорил, слышащий да слышит. То есть совесть огрубела. Есть понятие, как сожженная совесть. И, соответственно, вот эту главу толкует преподобный Нил Синайский, святой праведный Иоанн Кроштадский, блаженный Иероним Стридонский и другие святые отцы. Они, как чудолюбивые отцы Святой Православной Церкви, все жили в эти времена. Особенно святой праведный Иоанн Кроштадский перед революцией 17-го года видел, как в синодальный период происходило обмерщение Церкви. И то же самое Нил Синайский уже в своей стране это все видел. И, соответственно, толкуя и Иероним Стридонский, видел, что уже лицемерие стало захлестывать народ. Внешнее благополучие, внутреннее стремление к Богу. «К кому мне говорить?» Такой вопрос к самому себе Бог как бы задает в никуда. «К кому мне говорить?» И кого увещевать, чтобы слушали? «Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне в посмеянии, оно неприятно им». То есть все, совесть сожженная, достучаться невозможно. Ни через телесные страдания, вот какие люди страдают друг от друга, ни через душевные беседы, ни через еще какое-то вразумление, ничего не помогает. Поэтому одиннадцатый стих «Я преисполнен яростью Господней, не могу держать ее в себе, и залью на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут мусс с женою, пожилой с отжившим лета». То есть нет ни на кого опоры. То есть не на детей, потому что они развращены, не на юношей то же самое. Собрание их думают, как и перед потопом, все, как исказить, недовольство. И так же и муж, и женой, то есть и семейная жизнь неправильно устроена. И с отжившими лета, то есть старики тоже ничего не понимают. То есть полное обмерщение. Почему Господь и зальет ярость, Он объясняет в одиннадцатом стихе, потому что не за что, как говорится, зацепиться. Все в проказе. Вся душа в проказе. В проказе. И никакое вразумление не понимают люди. Остается только наказание. Двенадцатый стих. И да мы их придут к другим, равно поля и зоны, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. То есть никто не будет помилован, никто не избежит наказания. Тринадцатый стих. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти. Корысти. То есть это выгода. То есть каждый смотрит не на как помочь человеку поддержать, укрепить его, а как выгоду взять и выбросить его, попользоваться человеком и выбросить его, не заплатив или зарплату, или обманув человека. Как не напоминает современное наше состояние и ведение так называемого бизнеса, где главное деньги и власть, а то, чтобы дела милосердия совершать, или кого-то поддержать и помочь. И как пользу принести, об этом речи нет. Как выгоду себе принести, своей семье. Но счастливым за счет страданий других никогда не будешь. Все вернется бумерангом в саму эту семью и на самого этого человека. Если в не в этой жизни, слава Богу, будет, если в этой жизни вернется, а не дай Бог еще потом, после смерти, лучше здесь быть наказанным. Ибо от малого до большого каждый предан корысти от порока, от пророка до священника. От пророка. Даже пророки пророчествовали за деньги. И священники совершали тоже за деньги. Все действует лживо. То есть сребролюбие стало корнем всех грехов, потому что оно удовлетворяло и властолюбие, и плотские удовольствия, и духовное удовольствие, в кавычках оккультизм, спиритизм, по-современному сказать, и плотские удовольствия. Разврат и всякие чревоугодия. Тринадцатый стих, четырнадцатый действует лживо. Четырнадцатый «Врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет». Очень похоже на наше время. Апокалипсис так и говорится. Мир, и когда наступит мир, и безопасность придет пагуба. Вот сейчас у нас экуменизм, такое название, объединение всех религий, все в мире хотят жить, против терроризма выступают, придуманную мировым правительством теорию заговоров, и соответствующую, в смысле, не саму теорию, а вот этих терроризм, что террористы, надо бороться с терроризмом, выделяются средства для того, чтобы организовывать их. Поэтому вот этот мир и безопасность, вот, чтобы все религии объединились, вот, и, вот, чтобы регулировались под одним контролем все люди, боясь вот этих всех катаклизм, катастроф, вот, начинают предавать веру. И ничего не получится, потому что предательство веры приведет еще к большему страшному наказанию, пятнадцатый стих. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Это как некоторые даже радуются, по телевидению объясняют, как съесть кусочек мяса одного человека отрезать и другого. Друг у друга отрезали по кусочку мяса и съели. И стыдятся, считают, что это добродетель, учат ганнибализму по телевидению, учат разврату, учат рекламы всяких вот наркотических даже веществ или алкоголя, или курева. Поэтому не стыдятся, ничего. Главное, это страсти удовлетворять. Зато падут между падшими и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. То есть, они будут раскрыты, и люди увидят и свои грехи, и увидят страдания, но покаяние будет уже закрыто для этих людей. уже будет наказание, уже не поможет. Страдания должны быть принесены во всей полноте, чтобы человек выстрадал все свои беззакония. И по сути, это будет милость. Телесное страдание это милость по сравнению с тем, чтобы человек без страдания ушел своей душой в ад. Хоть через страдания человек будет очищен от своих беззаконий в граде Иерусалиме, а по сути, это в своей душе. Иерусалим как образ души человека. 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. То есть, вот этот покой душам вашим, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть, они отвергли иго Христова, отвергли иго десяти говоря уже о девяти заповедях блаженств. Сказали, не пойдем. То есть, люди понимали эти заповеди и отвергли их осознанно. То есть, это осознанное отречение от покаяния. 17 стих. И поставил я стражи над вами, сказав, слушайте звук отрубы. Но они сказали, не будем слушать. Стражи, это пророки, это апостолы, это священники, которые обличали, призывали, святители, это вселенские соборы, святые отцы сельянских соборов. Но люди сказали, не будем слушать, нам главное не Христос, нам комфорт и удовольствие подавает. Это и для древних времен, и для нашего времени. 18 стих. Итак, слушайте народы, и знайте собрание, что с ними будет. Слушай, земля. 19 стих. Вот я веду на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. То есть, это не потому, что народ Навуходоносор сам себе придумал. Нет, Господь попускает народу, пусть даже язычникам, но в нравственном плане более сплоченным и духовными на Иерусалим пагубу, на тот город, который должен быть светочем и стал, наоборот, местом злобы, на виду другой народ, чтобы одним, один народ пострадал от другого и более были наказаны те, которые должны быть праведниками. А те, кто нечестивые, они оправдаются в каком плане? Мы помним, пророк Даниил был взят в плен, Анания, Зария, Месаил, и потом через этих четырех человек всего лишь Навуходоносор поклонился пророку Даниилу а впоследствии и весь Вавилон стал золотым. Почему? Он не был золотым, он потому что принял веру в истинного Бога. И вот этого истукана, вот большого истукана, который видел Навуходоносор во сне, сделал такую ему истукана с огненным чревом. Туда брошены были Анания, Зария, Месаил. И вот он увидел, что они неопалимы были, эти три отрока. И он поклонился Даниилу и принял веру иудейскую, стал золотым царством. А вот иудеи, которые пророка Иеремию отвергли, бросали его в различные ямы, колодцы, подымали в воздух его, на солнцепеке он измывал от жажды. Они не послушали. А Навуходоносор со всем воинством и со всем народом послушали одного царя, одного пророка Даниила, и царь стал по сути единоверцем, иудеем по духу. На народ сей пагубу плод помыслов их. То есть здесь наказание не по неведению, а именно поведению наказания для народа. 20 стих. Для чего мне Ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Вот Савы это из Египта Ладан доставлялся. Сава одно из имен как старейшин. То есть зачем мне помыслы ваших старейшин из Савы и благовонный тростник из дальней страны? Подразумевала здесь Индия. То есть этих всех внешней благовоний мне не нужно. Мне нужно благовоние вашего покаяния. Вот что говорит 20 стих. Тростник из дальней страны. Все сожжения ваши неугодны и жертвы ваши неприятны мне. То есть вы приносите жертвы внешне благовоние воскуряете а в сердце как бы обмануть как бы поразвратничать как бы кого-то убить или занять должность место и так далее. 21 стих. Посему так говорит Господь вот я полагаю пред народом сим преткновения и преткнуться о них отцы и дети вместе сосед и друг его и погибнут. то есть будет не только внешнее нападение но преткновение и внутренние отцы с детьми вместе будут ссориться сосед с соседом друг его все перессорятся что мы видим в принципе и сейчас из тысячи семей 90 процентов или там из 107 90 процентов разводов вот оно а почему потому что мы пренебрегли истину потому что отвергаем православную веру потому что отвергаем нравственность которую заповедал нам Господь в ветхом новом завете 21 стих посему так говорит Господь вот я полагаю пред народом преткновение да вот по этой причине 22 стих так говорит Господь вот идет народ от страны северной и народ великий поднимается от краев земли то есть 21 говорит о внутреннем разладе а 22 лучше внешнее нападение чтобы вы хоть как-то сплотились и немножко изменились хотя бы внутренне вот так же и у нас сейчас нападение из востока со стороны вот восточных стран из запада со стороны западных стран на нашу страну на Русь святую вот идет народ страны северной потому что мы внутренне разложились поэтому все победы начинаются с победы над самим собой если мы внутреннего врага наши страсти победили то у нас не будет никаких других врагов мы из врагов сделаем друзей а если мы внутренне страстные люди посмотрим голливудские все фильмы все наполнены страстями главный герой обязательно курит пьет развратничает но какой же он главный герой он главный не герой а главный предатель развращает в фильме можно создать все что хочешь а потом молодежь повторяет все эти голливудские моды и так далее развращаются поэтому война без войны идет информационной войне мы проигрываем во внутренней войне мы проигрываем вот о чем говорит Господь и 22 стих Господь попустит внешнего врага как тогда попустил так и сейчас 23 стих держат в руках лук и копье они жестоки и немилосердны голос их шумит как море и несутся на конях выстроены как один человек чтобы сразиться с тобой дочь Сиона то есть 23 стих показано что внешний враг более сплочен пусть даже в язычестве но пусть у него даже дружба там какая-то особая но есть верность царю есть верность другу есть верность поддержку то есть они несмотря на то что служат идолом они внутренне более сплоченны чем вы разобщенные в Иерусалиме потому и узнают что вы ученики мои что вы любите друг друга а если нет любви то оружие нам не поможет мы передеремся друг с другом внутренне разложимся даже не надо будет внешнего врага 24 стих мы услышали весть о них и руки у нас опустились скорбь объяла нас муки как женщину в родах мы помним маккавеев как они узнав о том что греки впоследствии римляне вот в данном случае греки и отчасти с Персии другие греки нападали то они сплотились и несмотря на малое количество маккавейских воинов они одержали колоссальные победы и бог им помогал потому что они были внутренне сплочены поэтому здесь показано что у нас руки опустились 24 стих это значит что бог даже не сдал силы потому что между вами внутренние разлады командир неправильно командует подчиненные не хотят слушать командира ну что ж это за войско где нет внутренней дисциплины где нет внутреннего стержня веры в истинного бога каждый верит в что хочет и каждый хочет быть героем вместо того чтобы умирать за други своя каждый пусть умирают за меня другой то есть прячется за спинами ближних своих это войско будет просто самоуничтожено поэтому 25 стих и говорится мы услышали весть и руки опустились то есть нет силы господь не дает благодати потому что нет целеполагания нет веры в истинного и безнравственная жизнь а значит нет благодати духа святаго 25 стих не выходите в поле и не ходите по дороге ибо меч неприятелей ужас со всех сторон то есть бесполезно что вы побежите в поле что вы побежите по дороге меч настигнет вас так можно отчасти перефразировать или предупреждение что бесполезно ваше нападение или ваши какие-то препятствия 26 стих дочь народа моего восклицательный знак дочь народа моего ты Иерусалим ты дочь народа моего того народа который вышел из земли обетованной который сплотился избрал царя Давида того которого собрал пророк и первосвященник Самуил теперь ты дочь ты стала предательницей опояшь себя вретищем посыпь у тебя один выход у тебя не выход защищаться бегать по дорогам Иерусалим внешне ограждать у тебя выход один это принеси покаяние вретищем себя покрой посыпь себя пеплом сокрушайся как бы о смерти единственного сына единственного сына единородного еще перевод такой более единородного сына горько плачь это как прообраз того бога человека которого распнут люди плачьте о том что вы распинаете и мы тоже должны плакать о том что мы вот своими разногласиями распинаем бога человека как есть икона нечаянная радость да мы своими грехами распинаем бога человека сокрушайся как бы о смерти единородного сына горько плачь ибо внезапно придет на нас губитель не на вас а на нас да то есть пророк себя не отделяет от народа как и бога человек себя не отделял от народа он пострадал за грехи всего человечества 27 стих башнею поставил я тебя среди народа моего столпом чтобы ты знал и следил путь их что значит башня обычно башня она защищает сразу две стены то есть и справа и слева и башня расположена она имеет еще и такой выступ где охват территорию башню сделают то есть видящим очень много со стороны нападающих и может противодействовать правильно организованная башня она защищает и стены и справа и слева а если все башни крепко стоят то соответственно город просто непобедим стены не смогут быть взяты поэтому ты будешь башню столпом чтобы ты знал и следил путь их столпом это тот кто подпирает крышу столб обычно то что сверху подпирается то есть столпом будет для тебя но это смысл и башни и столб это как вера и нравственность столб нравственности башня вера 28 стих все они упорные отступники живут клеветою это медь и железо медь и железо они являются благородными металлами они плесневеют медь покрывается зеленой плесенью а железо оно ржавеет ржавчина образуется и может быть даже съедено и уничтожено дождь ветер стужа все это может быть уничтожено от железного меча и может ничего не остаться это медь и железо все они развратители то есть вы потеряли благородство серебра и золота вы стали разлагаться потому что безнравственно жить разложители 29 стих раздувательный мех обгорел то есть вас даже переплавить невозможно вас нет целеполагание вот для чего это все нужно свинец истлел от огня плавильщик плавил напрасно ибо злой злые не отделились обычно от серебра отделяют различные примеси от золота и оно становится определенной пробы качества но так как мехи не работают так как смысла жизни нет чувство надруганы воля ослабла соответственно вы как свинец истлеваете хотя внешне вроде свинец похож на серебро и можно даже начистить свинец но оно мягкое вы мягкотелое вы теплохладное как это в откровении сказано смысла вашего существования нет вы становитесь не проводниками благодати а проводниками зла не образцом истины а образцом лжи причем сохраняя внешнюю оболочку красивую 30 стих отверженным серебром назовут их а еще перевод есть отверженным то есть отбросами отброшенным серебром то есть серебро с различными примесями лукавства и обмана ибо господь отверг их таким образом мы подводим итог 6 глава является продолжением второго слова и в ней ветхозаветные евреи а в том числе и мы с вами православные христиане призываемся не быть лицемерами ехиддами и порождениями ехиддами быть фарисеями саддукеями которые внешне сохраняют оболочки носят крест а одновременно курят одновременно лицемерят обманывают занимаются развратом и все остальное навлекают и говорят разве это христиане потому и увидят что вы ученики что будут любовь между вами а где это любовь если мы развращаем и наоборот я таким христианином люди видят и говорят да зачем мне такое христианство зачем мне даже страшно подумать говорят взирая на вашу жизнь мы отвергаем вашего Христа понимаете то есть мы своими поступками развращаем людей еще не пришедших в церковь и соответственно становимся не проводниками благодати и помощь людям а становимся препятствием к приходу Христа Господь да помилует нас быть в каиницкой лукавнующей церкви быть подобица хаму хамитам быть отверженными Христом вот это очень страшно а быть наоборот проводниками любви и внутренней победы над страстями не соединяться с различными религиями в предательстве нашей православной веры а православную веру прославлять своими делами так когда святит так когда просветится свет ваш предчеловеки яка видит ваши добрые дела аминь яка не веру аминь яка в аминь яка их вы вы